Привет, друзья! На связи Рина Пьентонидов, ваш риэлтор во Флориде. Сегодня мы делаем такую вот выездную сессию возле доски, поскольку нам нужно будет не просто поговорить, но еще и кое-что написать, записать, поскольку тема сегодня интересная, я решила поговорить про землю. Почему захотелось мне про это дело поговорить? Потому что огромное количество у нас сейчас существует всяких мифов о том, как это классно сделать, и как это хорошо, и как это дешево, и как можно потом заработать на этом. Поэтому мне как-то хотелось эти мифы вначале рассказать, эти все мифы, потом рассказать о том, как обстоит дело на самом деле, а потом поделиться с вами реальным кейсом, который есть и который сейчас как бы находится в деле. Поэтому начнем с того, с тех мифов, которые есть по поводу земли. И один из первых мифов, что землю купить можно дистанционно. Вот я вот так буду писать здесь слово мифы. Первое – дистанционно. Второй миф о том, что поскольку это земля, и поскольку это вот как бы Америка, и в Америке такая хреновая туча земли, это можно купить за очень-очень маленький порог. То есть порог вхождения там буквально от 500 долларов, ну пускай 1000 долларов. Вот за 500 долларов можно купить кусок земли, вот настоящей американской земли. Третий момент, чтобы я ничему не упустила, что вот ты купила эту землю, да, и третий момент – можно ничего не делать. Вот она вот стоит же где-то, земля, правда? Вот она стоит, вы видите, как вокруг вас стоит эта земля, да, вот там, где вы живете. Есть какие-то куски, которые не заняты, допустим, в частном секторе. И вот она стоит, и никому дела нет никакого, и все просто она стоит. Четвертый момент, который я хотела, да, и который есть – нет дополнительных платежей. Действительно, света там не надо подводить, воду там не надо подводить, да, вот стоит и стоит себе кусок земли, ничего он дополнительно не требует. Жрать, как говорят, да, жрать не просит. Замечательно. Пятый момент. Самое потом сейчас начинается хорошо. Можно продать с прибылью, ну, для чего-то ж мы ее покупали, да, такая классная штука, значит, можно ее продать с прибылью. Шестое. Можно поставить мобил, можно поставить туда мобил и жить, как бы, да. Седьмое. Можно построить дом. Для себя напишу. И жить там на старости, там, или не на старости, просто жить. Восьмое. Можно дом построить и продать. То есть вот когда вот смотришь на вот это, да, ну, прямо, ну, че ж мне не это. Прямо хочется купить самой. Столько преимуществ здесь есть, да, которые мы можем с вами совершенно спокойно воспользоваться. А теперь вернемся к нашей земле. Значит, начнем. Можно ли это делать дистанционно? Вот я буду с этой стороны. Да. Ответ – да. Это дистанционно делать можно. Действительно ли это стоит от 500 до 1000 долларов? В разных штатах, вот, там, где земля нахрен никому не нужна, наверное, можно. Там, где земля нужна, там, где она стоит какие-то достаточно выгодные вложения, стоимость ее может варьироваться. И она может стоить миллион, она может стоить 250 тысяч, как я видела, участок пять соток на побережье. Не в первой линии, просто на острове, который примыкает, вот, на котором есть береговая, этот, песочек белый. Вот там стоил участок 250 тысяч. Почему он там стоил 250 тысяч? Потому что там дома вокруг будут стоить миллион. И, то есть, и вот в этом случае сказать, что вот где-то есть участок, который стоит, там, три копейки, который продается. Скорее всего, если он стоит три копейки, значит, он точно так же сто лет никому не был нужен. Особенно, вот, если, если говорить у нас во Флориде, земли валом, земли полно. И сказать, что вот даже если вот этот, вот эта земля, вот она стоит 10 тысяч, а вы ее за две или за три тысячи кому-то предлагаете, ребята, все равно не построится. Поэтому купить участок земли за 500 долларов можно. Деть вы потом его никуда не сможете. Никуда. Следующее. Ничего не нужно делать. Ничего не нужно делать в том случае, если ваш участок земли, вот вы его купили, и он находится в джунглях вместе с теми участками, которые точно так же кто-то купил и не объявляется. Это вообще сырая земля. Лианы растут там, что-то там вообще полностью это все территория в этих сорняках всех до неба. Тогда, может быть, ничего не надо делать. Но постепенно вот такая-такая ситуация складывалась в Норпорте, в нашем любимом, где все русские мечтают купить землю за три копейки. И прямо там вот я чувствую, там одни русские колонии, потому что это вот любители халявы, таких надо только поискать. И то есть вот на начальном этапе, когда в 2007 году эту землю брали под строительство и хотели там построить нормальный, как бы нормальную residential area, все потом накрылось медным тазом, у людей остались только эта земля, и они ничего другого с ней не могли делать, как только продать. Они начали ее продавать в массовом порядке. Там сейчас на рынке около пяти тысяч объектов. Понимаете сами, какая там конкуренция будет и какие объекты там будут в первую очередь уходить. Так вот, когда это было вот на заре, можно было, наверное, ничего не делать. Но ситуация меняется, и кто-то начинает строить. И когда у меня появился клиент, который хотел там продать этот участок, и я поехала туда, посмотрела своими глазами, получается сейчас ситуация такая, что где-то стоят дома уже, в них живут люди, там очищена территория, а где-то стоят кусок вот этой сырой земли с джунглями. И поскольку американцы не собираются, вот когда это там сырая земля, чья-то, зачем им нужно ставить забор? Им забор ставить не нужно. Но в этой ситуации, с этого участка, у них начинаются расти лианы к ним на забор, на участок, там какая-то порость, какие-то деревья. Что они в этом случае делают? Стучат в администрацию и говорят администрации, товарищи, примите меры, примите меры. Их приходят на этот участок, вешают, вешают предупреждение. Товарищ, очищайте. И мне хочется спросить, вот тех, кто живет где-нибудь на другой стороне океана, который купил дистанционно, как мы зелененьким отметили, а каким образом вы сюда приедете для того, чтобы это все сделать? Кто это будет делать за вас? Кто будет искать компанию, которая это сделает? Я нашла такую компанию, то есть вот человек ко мне обратился, и я тут вот выбегала. Потом 10 дней я мучилась, потому что я им отправила чек, а они никак его не могли получить. Вот с Аляски может дойти письмо за 3 дня, а здесь в соседний город, в соседнем каунте, письмо шло 8 дней с чеком. И человек думал, что вот эти 100 долларов я сама себе его, так сказать, забрала. Вот иногда бывают такие-таки проблемы, и это обошлось в 100 долларов. Я уверена, что если бы вы что-то другое искали, цена бы выросла значительно в 2 и даже в 3 раза. А может быть и в 10. Вы далеко, вы не знаете. Вы не знаете этих цен, вы ничего этого не знаете, вы ничего этого не видите. Вы не видите, вам не прислали фотографии, ничего. То есть у вас есть цедуля, что вы должны до такого-то убрать этот мусор с соседского участка, потому что это выросло на вашем. А если вы не убираете, на ваш участок накладывается залог, то есть вы его потом не продадите, вы ничего с ним не сделаете, если еще не будут наложены какие-то штрафные санкции с пенями, которые потом будут расти. Так что считать о том, что вы купили участок земли, и там ничего делать не надо, это утопия тоже. Нет дополнительных платежей. Ребята, дополнительные платежи, вот в данном случае, да, вот очистка участка, это был дополнительный платеж. Но я вам еще могу сказать, что дополнительные платежи – это налог на недвижимость, который приходит регулярно. Налог на недвижимость. У вас могут быть какие-то, допустим, работы, которые производит город на этой линии, и которые на вашей улице, и которые могут ложиться, разбрасываться на тех людей, собственников, которые есть на этой улице, вне зависимости, есть у них дом или нет. Поэтому дополнительные платежи у вас будут. И самое интересное, что те люди, которые покупают землю, как бы покупают там за тысячу долларов, за 500 долларов, они не понимают. То есть это денег лишних нет. Вот была лишняя тысяча, я ее запалил на эту землю. А потом в конце года приходит платеж долларом на 300-400 за землю. И это только за год. А потом на следующий год еще один платеж придет. То есть вы ничего от этой покупки, вы никаких дивидендов не имеете, но обязательные платежи, стопудово вы должны за них платить. Следующее. Продать с прибылью. Это вообще, конечно, финт ушами. Могу сказать, что вот этот вот Норпорт, в котором все наши купили, и теперь они время от времени собираются продавать, вы должны понимать, возвращаясь к высокой конкуренции, что когда на маркете у вас стоит в районе 5000 участков, 5000 участков, которые стоят сейчас от 2 тысяч, 2-3 тысячи, и потом может быть и 50, а может быть и 100 тысяч будет участок, да? Но это участки, которые вот тут находятся, они находятся в одной эре. Какой участок будут брать первый? Скажите мне. Тот, который стоит 50 тысяч или тот, который при одинаковом вхождении будет стоить дешевле? Конечно, тот, который будет стоить дешевле. И я, когда смотрела не то, что люди просят, а то, за что они продают, разница очень существенная, потому что огромный конкурентный рынок. И я на данном кейсе, я вам покажу как раз-таки четко на цифрах относительно того, что продать с прибылью, да еще там через пару месяцев, там через год, это нереально. Это нереально. Максимально, если это, мы не будем брать Норпорт, если мы будем брать вот участки, которые здесь есть, участки, которые, которые как бы между жилыми домами. Вот у меня по району, вот мы сейчас на велосипедах катаемся с мужем, пока карантин, то туда поедем, то сюда поедем по району. Я вижу, я вдруг стала видеть огромное количество участков земельных, которые так и остаются пустые и которые, ну, наверное, стоят каких-то денег. Если они там продавались у нас там 8 тысяч этот участок, хорошо, ты можешь его даже через 8 лет, вот которые я здесь живу, да, может, можно его было продать за 12. Но это обычно всегда их покупают те, кто сам после этого строит. Это контракторские фирмы, которые после этого строят дома. Продав его за 12, если у вас нет паспорта гражданина, если у вас, вы его купили за 8, если вы заплатите все сборы, которые платит продавец, то получится, что за это время, если вы посчитаете то, что вы за эти 8 лет уплатили за них налог, то вы останетесь с минусом. Так, поэтому продать с хорошей прибылью просто невозможно. Это возможно вот в том случае, если, вот, допустим, с дуру купили какой-то участок, или он вам достался от бабушки, от дедушки, и вдруг вам начинают строить дорогу. Вот тогда, может быть, или он в какой-то черте интересный для крупного застройщика-инвестора, тогда вы, может быть, какие-то деньги на нем заработаете, но, пожалуй, не озолотитесь. Потому что, в отличие от России, когда вот человек, вот, какие хочет деньги попросить, такие и должны платить. Если это государственное инвестирование, или если это какие-то крупные компании с юридическими лицами, есть кадастровая оценка, есть процент, который они могут дать вам выше, это никогда не будет ни с нулями, ни с тысячи процентов, никогда этого ничего не будет. Даже если вы не хотите, если это, допустим, дорога, а человек уперся, а это государственная вещь, отбирают участок, отдают ему деньги, которые, как бы, этот участок стоит, и все. Тут сильно, ребят, сильно не забалуешь. Если же это просто вот участок в residential area, которую вы хотите продать с выгодой для себя, мало что из этого получится. Поставить мобилхаус. Огромное количество у меня вопросов именно с того, что, а вот если я куплю участок, и если я на нем сам поставлю мобилхаус, или, как мне писали, а вот мы купили участок, а вот мы провели туда, значит, поставили там RV, этот автобус, а вот теперь бы нам свет туда провести, интернет. А свет и интернет не проводится там. Он не проводит, он проводится в соответствии с зонированием. А зонирование – это такая вещь, которая, как бы, определяет, что там можно ставить. И мобилхаусы ставятся там, зонинг, агрокалчурал, а там residential ставится первым капитальный дом. Но у вас должен быть проект этого дома, вы должны сделать разметку, то есть вы, как бы, должны показать, что вы строите этот дом, вы начали его строить. Все здесь подчиняется логике. Вот если в этом есть логика, это делается, а не так, хочу, не хочу. Поэтому мобилхаус, как правило, там, где нам хочется, в хорошем районе, с хорошими школами, за какие-то три копейки еще и мобил поставить, этого у вас не получится. Построить дом для себя. Не вопрос. Стройте. Строя дом для себя, покупая участок задешево, там, где он никому не нужен. Дом, который вы там построите, тоже будет никому не нужен. И школы там будут точно так же плохие, если там кроме вас не будет строиться ничего приличного. Допустим, вот у меня есть район, который сам плохой, сам по себе район, но рядом с ним построили хорошее комьюнити с хорошими домами. В этом комьюнити с хорошими домами они, у них растут хорошие детки. Эти хорошие детки пришли в плохую школу и сделали ее неплохой с времени. Неплохой. Но я знаю такое. Только один район. А в большинстве в своем, то есть если это какой-то район глухой, и у вас там, вы там построили себе дом, и вы начали там жить, то есть вы на всю жизнь привязались к этому району, а цена на недвижимость состоит локейшн, локейшн, локейшн. Если люди идут по вашему району и видят поломанные машины, кучи мусора, которые валяются, какие-то дома с перекошенными этими, ваш дом, пускай он будет и золотом облит, он не будет стоить никаких денег. И то есть когда вы собираетесь строить дом для себя, строить дом для себя, вы должны понимать, что вы можете попасть в ловушку. Да, вы можете жить в этом доме, коль скоро вам это, если вам еще удастся построить его, будем так говорить, почти за то, что вы можете купить. А если вам удается построить его почти за то, что вы можете купить, у меня тогда вопрос, а нахрен строить? Потому что здесь очень много как бы продается, И ты можешь найти то, что тебе нужно по размеру, комнат, по всему на свете. Вот только из-за этого, из-за вот этих понтов тратить силы, время, понимая, что ты не сильно много на этом выиграешь. Построить дом и продать. Возвращаясь к тому, что я уже сказала, то есть вы можете дом построить, вы можете сами на нем корячиться, а когда вы его будете продавать, вы должны помнить, что больше, чем рынок, вы не продадите. И вот, например, вот в этом же Норпорте, в котором я, об которой сегодня я сломала зубы, значит, там получалось, я же приехала туда, посмотрела, то есть вот земля. Земля где-то вот по 7-10 тысяч, люди ее покупают, продают. И в связи с этим, потом я смотрю, сколько стоят готовые дома, новые дома, новые. Если я вам говорю о том, что в Тампе, вот на соседней улице, засратом, мягко говорят, засратом, в этом районе, они хотят продать дом за 250 тысяч, новый, да, с очень скромным, будем так говорить, внутри все это, то в Норпорте такие дома стоят 170, 180, максимум 190. Почему они там? А строительство будет, ребята, стоить столько же, материалы те же самые, руки те же самые, эти пермиты те же самые. Почему такая большая разница получается? Потому что никому там не надо это дело покупать. Поэтому и цена такая за новый дом. И когда я увидела там новый дом, который стоит 170, 180 тысяч, с участком, там три спальни, два санузла, на две машины гараж, я репу почесала. Да, это очень дешево. А дешево почему? Потому что никому не надо. Здесь прибыль может быть либо небольшая, либо совсем без прибыли. Вопрос. А что тогда трахаться со всем вот этим? И нужны деньги наличные для того, чтобы это все строить. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Если у вас остались комментарии, обязательно напишите их. Если вы хотите, чтобы у вас в следующий раз люди, которые плохо понимают в этом, не разводили на бабки и вы их не теряли, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик в правом верхнем углу. И когда каждый раз, когда я буду показывать вам реальные кейсы и реальные объекты, вы не пропустите это видео. С вами была Рина Пинтонида, ваш риэлтор во Флориде. До встречи. Пока. Пока-пока.